Всем привет! Меня зовут Кристина, и я ученица Северо-Западного Политехнического Университета в городе Сиань в Китае. Я учусь на бакалавриате, это мой первый год, и моя специальность в международной экономике и торговле. И вот совсем недавно в нашем университете прошел восьмой ежегодный культурный фестиваль, и сегодня я про него вам расскажу. Поехали! Это тоже был мой первый культурный фестиваль в моей жизни, в котором я причем была не просто зрителем, а именно еще и участницей. Культурный фестиваль – это возможность продемонстрировать культуру своей страны не только китайцам, но и другим иностранцам, которые учатся в этом университете. Из чего состоит культурный фестиваль? Культурный фестиваль состоит из двух частей. Первое – это выступление, где вы можете показать культуру вашей страны, отразить ее либо в танце, либо в песне, либо еще в что-то, это любое творчество, которое выражает, опять же, повторюсь, культуру твоей страны. Мы в этом году танцевали под песню «Стиляги», у нас был стиль «Стиляги» и песня «Вуги-вуги», потому что до этого уже делали и танцевали народные танцы, и пели под «Катюшу», и делали вальс. То есть все это уже было, и мы решили, что каждый год нужно придумать что-то новое, и вот отразить определенную эру нашей страны, когда были популярны «Стиляги». Для того, чтобы ваше шоу отобрали не только просто, что мы захотели и сделали, нет, у нас было три этапа отбора нашего танца, и каждый отбор мы выступали перед жюри-организаторами, и они нам говорили, в каких моментах нужно что-то подправить, где что-то отредактировать, где лучше как поставить и все такое. Университет выделял нам определенное количество денег, на которые мы должны были купить одежду, а на самом мероприятии были китаянки, которые могли нас покрасить, но мы покрасились сами, потому что у нас был определенный стиль, и нам бы было лучше самим покраситься. Это было феерично, потому что все было очень официально, и люди очень ярко выступали, они прям, ну вот знаете, играл такой дух патриотизма за каждую страну, потому что они прям показывали внутренний мир каждой страны, вот в этом танце, старались отразить красоты своей страны, определенные какие-то моменты. Это прям поражало, вот. Но я думаю вас не удивить обычной организации перформансов, потому что, ну, все так могут. Я бы сказала, сейчас будет самая интересная часть. На этом мероприятии второй этап – это посещение разных стран. Что такое стенды? Вам выделяется особое место, его строит университет, и выделяет определенное количество денег. На эти деньги вы должны купить, как-то украсить стенд, и купить определенные ингредиенты, из которых вы приготовите национальную еду, и дадите ее попробовать другим ребятам, и иностранцам, и китайцам, и все такое. Чтобы они не только прониклись в ваши культуры, в танцы, в искусстве вашей страны, но и прониклись в культуру, увидев ваш стенд, попробуя еду, и все такое. Были стенды каждой страны, иностранные студенты которых учатся в нашем университете. Вы должны как-то украсить стенд, потом еще будет конкурс, то есть во время того, как китайцы ходят и смотрят ваш стенд, они еще и онлайн голосуют за лучший стенд. Вот, и в этом году наш стенд стал вторым из самых лучших, то есть попал в тройку лидеров и стал вторым. Мы украсили стенд с плакатами знаменитых людей из России, потом повесили флаги, также у нас были обязательно какие-то конкурсы, чтобы китайцам было не только вкусно, но и прикольно. Мы положили карточки им на память, которые можно взять с собой, там были достопримечательности России, а также мы поставили матрешки, которые можно было раскрашивать. Из еды мы приготовили блины, у нас были блины с вареньем, сгущенкой, с медом, потом с грибами и сыром и зеленью. Почему мы решили именно такое блюдо, вы должны понимать, что стенд, он будет действовать на протяжении всего времени, а погода была жаркая, то есть вы представляете, что все это стоит на солнце, печется, то есть надо было придумать то, что быстро можно съесть. Это не испортится и будет вкусно, и будет отражать культуру нашей страны. Вот мы выбрали блины. И всем, кстати, очень понравилось, вот, особенно сладкий, со сгущенкой, вообще, со сгущенкой и вареньем все почему-то делали, вот так. Что еще про стенды можно сказать? Очень интересно, потому что это прям культурный обмен. Ты можешь пройтись по разным стендам, попробовать, во-первых, еду, потом другие пели, марокканцы прям пели свои песни, там танцевали, это прям погружает тебя в культуру других стран. Ну, конечно, вкусно покушать, потому что вот пока пройдешь все страны, это все уже наешься. И самое интересное, тебе выдают вот такой паспорт, прям написано Худжао, это как бы иностранный паспорт, и ты бюджетно, как говорит наш университет, путешествуешь по всему миру. То есть ты подходишь к какой-нибудь палатке, например, подходили к России, у нас был штамп, тоже университет выдавал, и мы должны были показать студенту с Худжао наш стенд, рассказать ему, если ему интересно было, дать попробовать еду. И только после этого мы ставили ему штамп. Штамп говорит о том, что он посетил Россию, и он делится дальше. Например, едет в Ботсвану, у Ботсвана, кстати, вот такой штамп, у нас, видите, тут Кремль, потом Эквадор, тут какие-то достопримечательности изображены, Казахстан, Кыргызстан, вот, и другие страны. Вот, и у каждой страны был свой штампик, который он должен был поставить. Я, к сожалению, из-за того, что была всегда на стенде, не успела пройтись, но вот Худжао свои дела. И потом был розыгрыш, если ты прошел все страны, ты мог и получил все штампы, ты мог поучаствовать в конкурсе и выиграть какие-то призы. Мне очень понравилось это мероприятие, потому что оно дарит стольку эмоций. Я же еще была организатором русского стенда и была участницей в танце, и я танец ставила, другая девочка. Но все равно, это, конечно, было сложно, потому что надо было определиться с украшениями, надо было определиться с тем, что мы будем показывать, как украсть стенд, чем завлечь людей, что приготовить, потом собраться это все приготовить. У нас все, кстати, были морс, морс и компот был из яблок, и яблок голубика, и яблок и груша. Это потом надо было все отнести, разрезать. Когда китайцы подходили, это все организованно как-то сделать, чтобы та группа стояла, раскрашивала матрешки. Мы раздавали еду, потом надо было продумать, как мы это будем наливать, в чем будут стоять длины, в чем мы их будем отдавать, как людям их есть, чем их есть. Не руками же длины, они же немножко жирные. С этой стороны, да, это немножко хлопотно, но за организацию стенда и участие в мероприятии университет потом выдает вам диплом, который вы можете прикрепить на подачу, на переподачу стипендии. Вот поэтому как бы это все окупается. Тот потраченный труд на создание стенда, на то, чтобы пройти аудишн и выступить, и вот этот вот тремор перед выступлением, он не сравнится с теми эмоциями, которые вы получаете во время вот этого всего, потому что вы видите ваших друзей, которые полны вам энтузиазма рассказать про свою страну, подходи, пробуй, смотри. Это маленькая песчинка, но она очень значимая в открытии для себя мира. Ты понимаешь, что мир не замкнулся на одной стороне, он намного больше, есть разные культуры, есть разные взгляды на мир. Своё мировоззрение, оно становится всё шире и шире и шире с каждым степным, потому что где-то принято вот так, а где-то совсем по-другому. И не значит, что где-то плохо, хорошо, это значит, что мы разные, и это круто, что нам просто нужно узнать друг друга. Нельзя останавливаться на чём-то, что ты уже знаешь и изучил, нужно расширять, 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 расширять. Этому меня научил, наверное, культурный фестиваль, и я никогда не забуду те эмоции, которые я получила, потому что вы не представляете, насколько это сближает и сколько друзей вы обретаете, и не только из китайцев, даже, наверное, мне кажется, это больше мероприятие для иностранных студентов, потому что они смогли воссоздать ту частичку дома, которую иногда так не хватает в Китае, и поделиться этой частичкой дома со своими друзьями, и вот подарить этому миру возможность побывать на другом уголке мира на чуть-чуть, но попробовать побывать, послушать, почувствовать и вникнуть. Наверное, я рассказала всё, что хотела, я надеюсь, что вы тоже прониклись и захотели хоть когда-нибудь побывать на таком прекрасном мероприятии, которое сможет открыть ваше сердце для этого мира. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»